Часть четвертая На другой день она не вышла ни утром, ни к обеду. — Соня, что с Наталией? — спросил Улан. И Соня ответила, нехорошо засмеявшись. — Лежит все утро в распашонке, нечесанная, по лицу видно, что ревела. Принесли ей кофе, не допила. Что такое? Голова болит. Уж не влюбилась ли? — Очень просто, — сказал Улан бодро, с одобрительным намеком, Глянув на меня, но отрицая головой. Вышла Натали только к вечернему чаю, но вошла на балкон легко и живо, Улыбнулась мне приветливо и как будто чуть виновата, Удивив меня этой живостью, улыбкой и некоторой новой нарядностью. Волосы убраны туго, спереди немного подвиты, волнисто тронуты щипцами, Платье другое, из чего-то зеленого, цельное, очень простое и очень ловкое, Особенно в перехвате Наталии. Туфельки черные на высоких каблучках. Я внутренне ахнул от нового восторга. Я, сидя на балконе, просматривал исторический вестник, Несколько книг которого дал мне Улан, Когда она вдруг вошла с этой живостью и несколько смущенной приветливостью. — Добрый вечер, идем чай пить. Сегодня за самоваром я, Соня Нездорова. — Как? То вы, то она. — У меня просто болела голова с утра. Стыдно сказать, только сейчас привела себя в порядок. — Да чего удивительно это зеленое при ваших глазах и волосах, — сказал я. И вдруг спросил краснея, — Вы вчера мне поверили? Она тоже покраснела, тонко и алло, И отвернулась. Не сразу, не совсем. Потом вдруг сообразила, что не имею оснований не верить вам. И что в сущности, какое же мне дело до ваших с Соней чувств? Ну, идем. К ужину вышла и Соня, и улучила минуту сказать мне, Я заболела. У меня это проходит всегда очень тяжело, Дней пять лежу. Нынче еще могла выйти, а завтра уж нет. Веди себя умно без меня. Я тебя страшно люблю и ужасно ревную. Неужто даже не заглянешь нынче ко мне? Ты глуп. Это было и счастье, и несчастье. Пять дней полной свободы с Натали, И пять дней не видать по ночам у себя Сони. С неделю правила домом, всем распоряжалась, Ходила в белом передничке через двор в поварскую Натали. Я никогда еще не видал ее такой деловитой. Видно было, что роль заместительницы Сони И заботливой хозяйки доставляет ей большое удовольствие, И что она как будто отдыхает от тайной внимательности К тому, как мы с Соней говорим, переглядываемся. Все эти дни, пережив за обедом сперва тревогу, Все ли хорошо, а потом довольство, что все хорошо, И старик-повар, и Христия, Кохлушка-горничная приносили и подавали вовремя, Не раздражая Улана. Она после обеда уходила к Соне, Куда меня не пускали, И оставалась у ней до вечернего чая, А после ужина весь вечер. Бывать со мной наедине она, очевидно, избегала. Я недоумевал, скучал и страдал в одиночестве. Почему стало ласково, а избегает? Боится Сони или себя, своего чувства ко мне? И страстно хотелось верить, что себя. И я упивался все крепнувшей мечтой, Не навек же я связан с Соней, Не век же мне, да и Натали, гостить тут. Через неделю-другую я все равно должен буду уехать, И тогда конец моим мучениям. Найду предлог, поехать познакомиться со Станкевичем, И как только Натали вернется домой. Уехать от Сони, да еще с обманом, С этой тайной мечтой Натали, С надеждой на ее любовь и руку, Будет, конечно, очень больно. Разве только с одной страстью целую я Соню, Разве я не люблю ее? Но что же делать? Этого рано или поздно все равно не избежишь. И, непрестанно думая так, В непрестанном душевном волнении, В ожидании чего-то я старался вести себя При встречах с Натали как можно сдержаннее, Милее, терпеть, терпеть до поры до времени. Я страдал, скучал, Как нарочно дня три шел дождь, Мерно бежал, стучал тысячами лапок по крыше, В доме было сумрачно, На потолке и на лампе, В столовой спали мухи, Но крепился, По часам сидел иногда в кабинете улана, Слушая его всякие рассказы. Соня начала выходить сперва в халатике, На час, на два, С томной улыбкой к своей слабости, Ложилась на балконе в полотнянное кресло И к моему ужасу говорила со мной капризно И не в меру нежно, Не стесняясь присутствием Натали. Посиди возле меня, Витик, Мне больно, мне грустно, Расскажи что-нибудь смешное. Месяц-то и правда обмывался, Да уж обмылся, кажется, Распогодилась, И как сладко пахнет цветами. Я втайне раздражаясь отвечал, Раз цветы сильно пахнут, Будет опять обмываться. Она била меня по руке, Не смей возражать больной. Наконец стала выходить и к обеду, И к вечернему чаю, Только еще бледная, И приказывая подавать себе кресло, Но к ужину и на балкон После ужина еще не выходила. И раз Натали сказала мне После вечернего чая, Когда она ушла к себе, И Христия понесла со стола Самовар в поварскую, Соня сердится, Что я все сижу возле нее, Что вы все один и один. Она еще не совсем поправилась, А вы без нее скучаете? Я скучаю только без вас, Ответил я, Когда вас нет. Она изменилась в лице, Но справилась, С усилием улыбнулась. Но мы же условились Не ссориться больше. Послушайте лучше вот что, Вы засиделись дома, Пойдите погуляйте до ужина, А потом я посижу с вами в саду. Предсказания насчет месяца, Слава богу, не сбылись, Ночь будет прекрасная. Соня, меня жаль, А вам? Нисколько? Страшно жаль, Ответила она, И неловко засмеялась, Ставя на поднос чайную посуду. Но, слава богу, Соня уже здорова, Скоро не будете скучать. При словах о вечером Я посижу с вами, Сердце у меня сжалось, Сладко и таинственно. Но я тотчас подумал, Да нет, Это просто только ласковое слово. Я пошел к себе И долго лежал, Глядя в потолок. Наконец встал, Взял в прихожей картуз И чью-то палку, И бессознательно вышел Из усадьбы на широкий шлях, Пролегавший между усадьбой И хохладской деревней, Немного выше ее, На степном голом взгорье. Шлях вел в пустые вечерние поля. Всюду было холмисто, Но просторно, далеко видно. Слева от меня лежала Речная низменность, За ней слегка поднимались К горизонту тоже пустые поля. Там только что село солнце, Горел закат. Справа краснел против него Правильный ряд белых, Одинаковых хат, Точно вымершей деревни. Я с тоской смотрел То на закат, то на них. Когда повернул назад, Навстречу тянуло То теплым, то почти горячим ветром, И уже светил в небе молодой месяц. Блестела половина его, Не сулившая ничего доброго. Как прозрачная паутина, Видна была и другая половина, А все вместе напоминала желудь. За ужином, Ужинали на этот раз тоже в саду, В доме было жарко. Я сказал Улану, Дядя, что вы думаете о погоде? Мне кажется, завтра будет дождь. Почему, мой друг? Я только что ходил в поле, С грустью думал, что скоро покину вас. Это почему? Натали тоже вскинула на меня глаза. Вы собираетесь уезжать? Я притворно засмеялся. Ну, не могу же я. Улан особенно энергично закачал головой, На этот раз кстати. Вздор, вздор. Папа и мама отлично могут потерпеть разлуку с тобой. Раньше двух недель я тебя не отпущу. Да вот и она не отпустит. Я не имею никаких прав на Виталия Петровича, Сказала Натали. Я жалобно воскликнул. Дядя, запретите Натали называть меня так. Улан хлопнул ладонью по столу. Запрещаю. И довольно болтать о твоем отъезде. Вот насчет дождя ты прав. Вполне возможно, что погода опять испортится. В поле было уже слишком чисто, ясно, сказал я. И месяц очень чистый, похож на желудь. И дулось юга. И вот, видите, уже находит облака. Улан повернулся, посмотрел в сад. Где-то мерк, то разгорелся лунный свет. Из тебя, Виталий, выйдет второй Брюс. В десятом часу она вышла на балкон, Где я сидел, ожидая ее в унынии. Думаю, все это вздор. Если у нее и есть какие-то чувства ко мне, То совсем несерьезные, переменчивые, мимолетные. Молодой месяц играл все выше и ярче в грудах, Все больше скоплявшихся облаков, Дымчатых белых, величаво загромождавших небо. И когда выходил из-за них своей белой половиной, Похожей на человеческое лицо, В профиль яркая и мертвенно-бледная, Все озарялось, заливалось фосфорическим светом. Вдруг я оглянулся, почувствовал что-то. Натали стояла на пороге, Заложив руки за спину, молча глядя на меня. Я встал. Она безразлично спросила, «Вы еще не спите?» «Но вы же мне сказали, Простите, я очень устала нынче. Пройдемтесь по аллее, и я пойду спать». Я пошел за ней. Она приостановилась на ступеньке балкона, Глядя на вершины сада, Из-за которых уже клубами туч подымались облака, Подергиваясь, сверкая беззвучными молниями. Потом вошла под длинный прозрачный навес березовой аллеи, В пестроту, в пятна света и тени. Равняясь с ней, я сказал, чтобы сказать что-нибудь, Как волшебно блестят вдали березы. Нет ничего страннее, прекраснее внутренности леса, В лунную ночь этого белого шелкового блеска березовых стволов, В его глубине она остановилась, В упор мне чернея в сумраке глазами. Вы правда уезжаете? Да, пора. Но почему так сразу и скоро? Я не скрываюсь. Вы меня давеча поразили, сказав, что уезжаете. Натали, можно мне приехать, представиться вашим, Когда вы вернетесь домой? Она промолчала. Я взял ее руки, поцеловал, весь замирая правую. Натали! Да, да, я вас люблю, сказала она, Поспешно и невыразительно, и пошла назад к дому. Я лунатически пошел за ней. Уезжайте завтра же, сказала она, на ходу, не оборачиваясь. Я вернусь домой через несколько дней.